В новогодние дни время исполнения желаний. Несмотря на сложности уходящего года, праздник приходит к каждому. Депутат Государственной Думы Иван Иванович Демченко поздравил с наступающим Новым Годом медиков из Крымской больницы, в которой сейчас развернулся госпиталь для приема больных с COVID-19 из разных районов края. Вы делаете сегодня подвиг, совершаете подвиг. Сложнейший период и благодаря вам мы его вместе переживаем. Практически чуть ли не военное положение у нас с этим COVID-19. Вам, от всех нас, от жителей в первую очередь, от меня лично низкий поклон. Это от меня поздравления с Новым Годом. Еще придет около 10 машин для участковых врачей, вы это должны понимать. Дай бог, чтобы у нас в Новом Году это все дело потихонечку свернулось общими усилиями. Еще раз вам низкий поклон. И вас с праздником! С наступающим Новым Годом! Подарок от Ивана Ивановича персоналу вручена бытовая техника и сладкие наборы. Тяжелое для всей страны время помощь от депутата Государственной Думы начала поступать с первых дней пандемии. По поручению Ивана Ивановича, Абинский электрометаллургический завод на безвозмездной основе предоставляет жидкий медицинский кислород во все учреждения здравоохранения Краснодарского края. Кроме того, согласно договоренности между губернатором Кубани и главой Республики Крым, завод начал поставку в объеме 160 тонн кислорода в месяц в Крым и Севастополь, полностью закрывая потребности больниц соседнего региона. Также при содействии Ивана Ивановича Демченко завод закупил для врачей Краснодарского края 19 автомобилей, которые переданы в 5 муниципалитетов. В предновогодние дни особенно ждут чудо-дети. У Виктории Ивановой из Темрюкского района тяжелое заболевание, но она очень жизнерадостная девочка, которая мечтает стать блогером. Для осуществления мечты Вика попросила у Деда Мороза кольцевую лампу. Иван Иванович подарил девочке современный гаджет. Также Викторию и ее брат Кирилл получили от парламентария сладкие подарки. Поздравить с наступающим Новым Годом, потому что в Новом Году вам будет полегче всем. Мы принимаем ряд законов. Правительство по поручению президента принимает ряд постановлений по облегчению жизни всем людям, которые ограничены в своих возможностях. Какие нужны еще меры поддержки? Подумайте. Тебе фотографировать, ты занимаешься фотографией. Правильно или нет? Ну да. Ну молодец. Спасибо вам большое. Спасибо, что есть такие люди, которые не забывают эти ограниченные возможности. Вы как волшебник, который исполняет мечты детей. Спасибо вам большое. Дай Бог вам здоровья. Всех с наступающим Новым Годом. Всех счастья, здоровья. Спасибо вам. Спасибо. Берите себя. Я, получается, хотела его давно, но как-то так и не получалось. И я сейчас очень рада, что мне подарили очень такой хороший подарок. Ну, очень-очень хорошее спасибо. В ближайшие дни еще 30 детей с тяжелыми диагнозами получат от Ивана Ивановича Демченко желанные подарки. Спасибо. 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 Спасибо.